Абрам согрешил чужой женой и как положено пришел в синагогу за отпущением грехов. Его встречает Рабин. Отвечай, с кем ты совершил грехопадение? Не могу, Рабин. Можешь и не стараться. Я и так знаю, что ты согрешил с женой булочника Шихмана. Она известная блудница. Нет, Рабин. Нет? Так значит ты согрешил с дочерью портного каца? Как ты не скопал несчастных? Нет, Рабин. Что? Неужели ты связался с этой распутницей, племянницей лавочника Рабино? О, как же низко ты пал. Нет, Рабин. Ах, нет? Вон отсюда, развратник. Не будет тебе никакого отпущения. Абрам выходит из синагоги довольный. Столпевшиеся у крыльца евреи спрашивают. Ну как, Абрам, отпустил тебя, Рабин, грехи? Нет. А чего ты такой довольный? А я таких три адреса узнал. Сема, вы посмотрите на эти мозористые руки. Этот человек совсем не хочет работать головой. Сима, сколько будет дважды два? Восемь. Сколько? Шесть. Подумай. Четыре. Отчего же ты сразу не сказал точно? Папаше велел говорить больше, чтобы было куда уступать. Две одесситки выходят на балконы. Ех дома напротив. Одна спрашивает. Сара, ты что, никак заболела? Я видел, как от тебя у два часа ночи ушел доктор. Ай, Соня, перестань разговаривать. Точно слушай. Если от тебя каждое утро уходит полковник, так я же не кричу на всю улицу, что началась война. Сема, сколько ты сможешь съесть пироженого натощак? Ну, наверное, штук пять-шесть. Вот ты и попался, Сема. Натощак ты сможешь съесть только одно пирожное. Остальные будут уже насыты жилюдом. Человек выходит на обочину, голосуя. И тут же подъезжает такси. Он садится в машину и едет. Какой же вы везучий. Прямо как Мойшин. Какой еще Мойшин? Был такой человек. У него всегда так получалось, как сейчас у вас. Ну, знаете, иногда так не получается. У Мойши все получалось. Он был прекрасный спортсмен. Пел, как оперный баритон. Танцевал, как звезда Бордвейл. Послушали бы вы, как он играл на фортепиано. Ну и ну. А какая была у него память, как у компьютера? Никогда никого не забывал признавить с днем рождения. Мойши прекрасно разбирался в вине. Всегда знал, какие блюда заказать в ресторане и какой вилкой их есть. Он мог починить что угодно. Не то, что я. Всегда знал, как объехать пробку и где можно всрезать. Не то, что я. Вот это человек. А еще, он всегда был галантен с женщинами. Уступал им и никогда не спорил. Даже если был прав. Уж Мойши то умел доставить женщине удовольствие. А как он одевался? Обрятный костюм, начищенный до блеска туфли. Да, просто поразительный человек. А где вы с ним познакомились? Вообще-то я никогда его не встречал. Откуда же вы столько про него знаете? Я женился на его вдове. Возвращается Абрам из командировки, входит в спальню и застает там жену с каким-то мужиком. Мужик быстро одевается и молча прошмыгнул мимо Абрама и уходит. Сара, кто это? Не знаю, хам какой-то. Ни тебе здрасте, ни мне до свидания. Жора, я вчера видел, что у дома, где живет ваша теща, стоял котафал. Вас что, можно поздравить? Ой, о чем вы? В доме 300 квартир. Это такая лотерея, такая лотерея. Хаим, наш сын, станет скрипачом. Как? У него же нет слуха. Да при чем тут слух? Он будет играть, слушать будут другие. Приходит Сара домой из поликлиники. Абрам, ты знаешь, то, что мы с тобой 30 лет имели за оргазм, на самом деле была астма. Кацман, вы мне должны 100 рублей еще с лета, когда вы, наконец, собираетесь мне их вернуть. Так, погодите, дайте-ка я посмотрю, у меня все записано. Ага, Гугевич вычеркнут, Габинович вычеркнут. Вычеркнут. Иванов, да, так и есть, вот видите, все правильно. Когану 100 рублей. Иванову 100 рублей, все в порядке, не беспокойтесь. Да, но когда же я получу свой долг? Не волнуйтесь, всему свой черед. Через пару месяцев. Кацман, наконец-то. И долго же мне ждать своих денег? Так, обождите секундочку, посмотрим, у меня все записано. Вот, Гугевич вычеркнут, Рабинович вычеркнут, Иванов, есть, вот видите, вы есть. У меня так и записано, Иванову 100 рублей. Чего же вы горячитесь? Да плевать я хотел на ваши записи, Кацман. Гоните деньги. Знаете, что я вам скажу, Иванов? Если вы будете мне хамить, я вас тоже вычеркну. Берите хлеба, гости дорогие, намазывайте масло. Да мы и намазываем. Нет, нет, что вы, вы накладываете, а вы намазываете, намазываете. Абхам, где вы берете деньги? В тумбочке. А кто ложит в тумбочку? Моя сага. А кто дает саре? Я даю саре деньги. А где вы берете деньги? В тумбочке. Мощу купил за 100 долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был привезти ему осла на следующий день. Крестьянин пришел, как договаривались, но без осла. Простите, но осел подошел. Ну тогда верните мне мои 100 рублей. Не могу, я уже их потратил. Хорошо, тогда просто принесите мне осла. Но что вы будете с ним делать? Я разыграю его в лотерею. Но вы не можете разыграть в лотерею дохлого осла. Месяцем позже крестьянин встретил мощь. Что случилось с тем дохлым ослом? Я разыграл его, как и говорил. Я продал 500 лотерейных билетов по 2 рубля и получил 898 рублей прибыли. И что, никто не возражал? Возражал только тот парень, который выиграл осла. Ну так я просто ему вернул его 2 рубля. Разъяренная Сара прибегает к ворожке. Я тебя просила сделать из моего мужа-жеребца. Что вам не нравится? Я так и сделала. Чем вы недовольны? Нет, не так ты сделала. Когда я раздеваюсь, он ржет, как лошадь и не может остановиться. Родственники за границей есть? Нет. А здесь написано, что у вас брат, сестра, родители и дядя в Израиле. Так это они на родине. Это я за границей. Тебе больше блондинки или брюнетки нравятся? Мне сиськи нравятся. Ну а цвет волос? Я не люблю, когда на сиськах волосы. Самолет Москва-Тель-Авит. Сюардесса, проходя между рядами, подходит к Кизе и говорит. Извините, вы знаете, я сейчас вам скажу одну вещь, что вы будете смеяться от Москвы до Тель-Авива. Да? Пожалуйста, скажите. У вас расстегнулась ширинка и оттуда торчит кончик. Вы знаете, сейчас я вам скажу то, от чего вы будете смеяться до Тель-Авива и обратно к Москве. Да? Так вот, это не кончик, это весь. Вот, господа, это Венера Милоская. К сожалению, она дала трещину и у нее отпали руки. Вопрос из толпы. Я дико извиняюсь, а кто такой трещин? Сара, после того, что случилось между нами, я, как истинный джентльмен, вынужден на вас жениться. Господи, Изя, да что случилось-то? Сема, почему вам не дали билет на поезд? Сказали, что на него все билеты забронировали. Сема, это что, бронепоезд? Беседует три одесситки. Первая. Вот мой муж пил, пил и спился. Вторая. А у меня муж курил, курил и скурился. Третья. А мой? Ну, в общем, мой скончался. Приходит еврей в публичный дом и начинает выговаривать хозяйки. Тиля. Ну почему у вас в борделе всегда так грязно? Занавески не стираны, на полу пыль. Постельное белье не меняется неделями. На что хозяйка спокойно-то отвечает. Исаарь, вы таки сюда уже себе пришли епаться или выебываться? Еврейскому мальчику задают вопрос. У тебя есть шесть яблок. Если ты отдашь половину брату, сколько останется? У меня останется пять с половиной яблок. Почему вы не спасли свою жену, когда она тонула? Я и не понял, что она тонет. Орала, как обычно. Ты знаешь, я купил своей жене кольцо с бриллиантом, рассказывает Гуревич. Так уже две недели она со мной не разговаривает. Почему? У нас такое было условие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова